Всем привет! Я думаю все знают про эти споры о том, на чем лучше играть, на клавиатуре мышки или геймпаде. Но бывают и такие случаи, что у человека всю жизнь был ПК, и тут ему резко нужно перейти на геймпад. И для него это банально сложно, но есть способы, как облегчить жизнь таким людям. И в этом видео я хочу рассказать о том, как подключить клавиатуру мышь к вашей консоли. Итак, начнем. Чтобы подключить клавиатуру с мышкой, нам понадобится специальный адаптер. В моем случае это айпега 9133, который упакован в вот такую коробочку. С помощью этого устройства можно подключить клавиатуру к PS4, Xbox One и Switch. В комплекте идет сам переходник, инструкция на английском и китайском и кабель для подключения к консоли. Давайте рассмотрим сам переходник. И в принципе на нем все видно, куда и как подключить. Есть 4 USB порта и 4 кнопки управления. И также сбоку есть выход microUSB для подключения к вашей консоли. Чтобы все заработало, нам нужно просто подключить свой оригинальный геймпад в разъем, где нарисованный геймпад с ключом. Второй такой разъем используется, если у вас другой геймпад. И подключить клавиатуру мышь в соответственные разъемы. А сам переходник с помощью комплектного кабеля к консоли. Наверное в этой вещи как нигде важна инструкция, так как в ней подробно описан процесс подключения. И также расписано, какая клавиша на клавиатуре отвечает клавиша на геймпаде. Это очень важно для понимания того, как играть. Да, кнопки можно переназначить. Просто нажав на кнопку сеттинг, потом выбираем кнопку на геймпаде, которую хотим переназначить. А на клавиатуре нажимаем на ту клавишу, на которой хотим назначить. Ладно, давайте все подключим и попробуем поиграть. Как результат, все заработало сразу и без проблем. И теперь можно пользоваться, в моем случае PS4, с помощью клавиатуры и мыши. Первое, что решил попробовать, это запустить Ratchet & Clank. И да, все работает. Конечно, управление непривычно. И сразу видно, что для более лучшего игрового опыта нужна мышь с большим DPI. Потому что медленно все поворачивается. Но в принципе играть можно. Главное понимать, какая кнопка на клавиатуре отвечает на геймпаде. Но целиться уже понимаю, будет проще. Но есть момент. Например, если у вас будет автоматическое оружие, то нужно будет с помощью кнопки Turbo на адаптере сделать так, что при удержании кнопки вести постоянный огонь. Все эти нюансы описаны в инструкции. В принципе никаких проблем больше не обнаружил. Играть можно и даже нужно, если на геймпаде не получается. Кнопки можно переназначить. Только мышь нужна от 4000 DPI. Чтобы было лучше играть. Я знаю, что есть и другие переходники. Но они стоят от 100 баксов и выше. Также я знаю про отдельные специальные клавиатуры и мыши для PS4 например. Но цена этого переходника примерно 20 баксов. И он работает хорошо. Консольные эксклюзивы даст поиграть без проблем. Но если играть в шутеры, то у вас будет по любому преимущество. Баны за такие штуки вроде не дают. Поэтому переживать не нужно. Как по мне, такие штуки нужны. Я например, долго учился играть на геймпаде. И то, мой уровень чуть выше, чем новичок. И я решил взять такую штуку, чтобы попробовать на деле. И заодно рассказать вам. На этом я хочу закончить свое видео. Пишите в комментариях, на чем играете. Клавиатуре и мышке или геймпаде. Также, если было интересно, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока!